всем привет друзья с вами снова гринни и снова мы продолжаем играть с вами в римчик напомню что в прошлой серии у нас появилась некоторая проблемка нам не хватает жестко не хватает электричества и в то же время у нас запущена новая система нефтедобычи то есть новая шахта теперь у нас нефти будет с вами больше и соответственно можно уже задуматься насчет электростанции на химтопливе для этого я думаю что подойдет оптимально вот это помещение которое у нас когда-то было помещением для хранения всяческих семян давайте мы наверно пока вот это дело сейчас отключим и забудемся сюда немножечко покопаем посмотрим собственно говоря так как именно нам тут располагать эти электростанции кстати они не так много места занимают единственное что придется наверное к ним трубы подводить я просто не знаю вообще в каком режиме они заправляются напрямую от труб или же надо будет таскать туда вот такие вот канистрки это мы с вами все увидим несколько позже там есть по моему два типа электростанций одна электростанция прям электростанция электростанция и вторая это генератор вот они где у него конвекционная значит электростанция на химтопливе а есть еще большая электростанция на топливе вот знаете наверное надо ее сразу строить и да будем страдать гигантоманией короче вот сюда поставим и главное не будем делать вентиляцию чтобы было интереснее мне кажется что если не сделать вентиляцию то там как бы бомбанет то нормально давайте мы сейчас переставим пока сюда вот этот светильничек чтобы быстрее закончить с работой лисицы мигрируют но ребят у нас вроде как нет особых проблем со всякими этими лисицами у нас есть некоторые проблемы с деревом мне кажется надо пойти немножечко подобывать деревяшку слушайте а у нас температура минус 20 а у нас же кирин приходил и вообще убил кстати большая большая большой большой вопрос ладно давайте мы сейчас пока срежем вот здесь вот все дерево глядишь нам хватит как раз до минус 20 это неприятно а что у нас здесь еще интересного есть а еще надо будет конечно вот здесь вот все перестраивать но после энергетики потому что без энергии особенно знаете не развернешься а хотелось бы так здесь в любом случае нас с вами встанет стеночка нет 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 подруга давай-ка ты все-таки здесь все это докопаешь хотя бы по одной стене чтобы наши ребята могли продолжить здесь заниматься строительством пока ты пойдешь отдыхать они здесь до строят хотя бы стенку потому что здесь у нас должны быть двойные стенки ну ладно можно можно и так на самом деле ничего страшного вот так вот ребятки вперед занята роботом-насильником да я совсем забыл что у нас теперь есть офигенский робот-насильник еще мне надо бы избавиться от кучи всякого металла давайте давайте на самом деле так погоди я ее зараза запустил да ладно давайте вызовем этот торговый корабль а потом отключим нафиг когда она зарядится уже ладно сейчас я еще могу понять почему она работает и потребляет электричество а вот когда она полностью заряжена конечно это бесит шляпа караван ребята я не помню она у нас отменена или нет давайте проверим потому что шляпа караван это полное говнище насколько я помню сейчас мы глянем на всякий противопожарный но по-моему куча минусов общая раз скорость работы и на этом можно в принципе закончить понимаете минусовая скорость работы это норм только для боевой скажем так униформы какой-то для всего остального это ни в коем случае нельзя использовать караван так капюшон подожди не кап а караван караван вот она шляпа караван идея перерабатывайте так давайте еще раз посмотрим какого там размера это приблуда у нас блин плохо что здесь не пишут собственно сколько она электричество выделяет ну как то вот так вот она у нас должна получается стоять то бишь вот эта стеночка здесь даже особо то и не нужно можно сразу делать вот таким вот макаром и сразу же можно сюда класть мрамор наверное этого говна у нас достаточно торговец животными да не самый лучший вариант на самом деле я сомневаюсь что я ему смогу продать лишние металлы что-то мне подсказывает что вряд ли зачем животным металлы так да ничем мы ему продать не можем за исключением наверное шкурок которые в принципе вот кожу можно продать кожа рептилий в количестве 14 штук нам тоже нигде не пригодится драконичи хуя пускай у нас останется пока ну а муфала мы не трогаем в общем чуть-чуть денег мы заработали избавились от небольшого количества кожи но это так все второстепенно так и здесь ребят здесь обязательно надо поставить амбразуру потому что если мы ее не поставим то температура в этом помещении что-то мне подсказывает будет просто запредельно охренетительно большая потому что это дура мне кажется его нагреет ну градусов на 70 точно а может быть и больше так давай достраивай и вот этот вот блочок тоже давайте мы уберем ты умеешь копать нет ты не умеешь копать ну часто тех они наверно подъедет и чтобы вас не бомбила да обязательно надо конечно же сюда добавить пластинку по идее надо будет потом везде сланцевые поставить где мы ходим но пока пока будем делать из мрамора так гринявый ты можешь выкопать ну выкопай пожалуйста ну ну выкопай пожалуйста да что ж такое-то мать твою за ногу а нет вы посмотрите на него вот я ему сказал работать если грини сказал работать значит работать а не то что я я лучше знаю так погоди не 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 гринька сюда тебе не надо дайте пока отменим этот блок а то они сейчас блин закопаются знаем их ставим здесь стеночки и в принципе вот эту шляпу можно наверное пока переставить наверх и так гринявый не стопы вот пошел пошел уже переставлять отлично ставим теперь собственно эту самую электростанцию так большая электростанция и сталюги вроде бы все ресурсы у нас на нее имеются вот это тоже надо будет выкопать до большая дура получилась огромная я бы сказал не строить мы скорее всего это же будем довольно долго так ну продолжаем продолжаем на нас этим коридором работать или же поработать все-таки с нашей медицины вот здесь но в любом случае надо разбирать вот эти вот начинать с разбора вот этих стенок и дверей потому что все это отъедет у нас где-то вот наверное я хочу чтобы внутри было минимум четыре клетки нет 5 вот вот до сюда стенка у нас должна будет отъехать так хочу у нас электростанцию никто не делает да почему у нас грини занимается это фигомотиной давай у тебя кибернетическая челюсть поэтому ты можешь прям намного быстрее работать я же обычно проверяю ну колонистов проверяю кибернетик не кибернетик по челюсти тут сразу видно кибернетик или нет блин тут подстава у него только челюсть бионическая а все остальное извиняйте так всего значит эту стеночку мы тоже с вами докопали значит сюда можно ставить нормальную стенку человеческую и вот эту шляпу ну ладно пока пока светильник оставим пока не тут строит чтобы был свет чтобы было красиво электричество нам по-моему до катастрофически не хватает катастрофическим так тут у нас как с ростом происходит все нормально вот меня все-таки интересует трубами она будет у нас ну электричество электричество топлива будет трубами сюда поставляться или же придется вытаскать вручную хотелось бы на самом деле трубами с одной стороны не надо будет хотя с другой стороны да с одной стороны клёво трубами в том плане что не надо таскать с другой стороны мы уже доросли до роботов-насильников и таскают они а не мы поэтому в принципе нам уже пофигу так погоди грине какого смысле нету стального сплава вы че издеваетесь что ли знаете что мне кажется надо сделать какое-то отдельное помещение в котором у нас будет всякое гуно сложена которая чисто на продажу потому что ну вы посмотрите это это беспредел на фига нам столько сраного обедненного урана который мне вообще в принципе не нужен ни для чего я понимаю что с него делаются патроны бронебойные но я их не делаю я их либо покупаю либо в бою достаю как говорится по идее можно этот самый ящичек поставить куда-нибудь вот сюда давайте мы наверно так и поступим так сундук из так и сталюги гринька работать а то есть сюда у тебя стали есть отлично то есть для электростанции для строительства стали нет а сюда есть нормально чем никаких двойных стандартов урановым так урановая руда сплав объединенного урана вот так вот тащите пожалуйста сюда причем с максимальным приоритетом все на продажу вот все освободили освободили здесь пространство можно отправить гринявого давай гринявого чефецкого дальше заниматься выплавкой металлов для начала дать углем да займемся древесного уголька наделать его у нас маловато кстати у нас и обычного уголька как бы ну не очень я бы сказал по моему я бы сказал вообще не очень 975 да 975 всего обычного угля у нас осталось и все иква иква оружие такое так значит древесный уголь мы кстати весь тоже перевели а у нас бревен не было я понял почему мы не делали сталь потому что у нас кончился древесный уголь а сделать мы его не могли потому что не было бревен вот теперь в принципе у нас бревна есть 900 штук тащите пожалуйста на склады и я думаю что мы еще даже заготовим вообще все все леса вырубили козлы а и металлолом тоже неплохо было бы потаскать пока есть как говорится время пока на нас никто не нападает кстати очень давно никто не нападает и меня это очень сильно смущает но атака же была была то есть по идее атаки должны быть несмотря на то что мы поменяли с вами сложность игры потому потому что они уже были логично же логично так стальной сплав 625 замечательно кто-нибудь вообще 70 что происходит вообще почему они сюда не таскают ресурсы почему нету стального сплава хрень какая-то ничего не понимаю ничего не понимаю аналогично бредом попахивает где мы еще используем стальной сплав куда куда-то короче они вытаскают явно а уже 300 это робот робот насильник короче таскает я понял вас я понял вас что у нас там по мет по деревяшке по металлам блин таскайте таскайте сударя теперь нам точно хватит на древесный уголь блин мы же так и это докатимся до того что я торф начну собирать это же это же неправильно правильно пойдем пойдем выплавлять нужные нам ресурсики вот надо будет переработать сейчас металлолом кстати принтер рози куда-то убежала опять перемесленник твою мать почему ты занимаешься какой-то неясной фигней должна работать с ремеслом вот пошел металлолом переработка чё у нас древесный уголь производства стоит вообще на первом месте что ли странно хоккеюшки о все отлично нет давайте-ка мы все-таки грине иди ты дострой потому что я тебе как-то больше доверяю заказака конечно крутой парень но он все-таки не строитель он боец хотя с другой стороны если ты пролюбишь такое количество ресурсов то тебя застрелить мне будет более жалко чем заказаку надеюсь что ты не пролюбишь сейчас всего этого и надеюсь что ты меня не слышал не знаешь что тебе грозит блин офигеть ребята найти сложную сложность сейчас 25 fps игра выдает это вообще нормально по-моему не очень так давайте нефти да ребят поставляется сюда у нас слушайте а про 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 интересно а как я сделаю отдельный интересно подождите а ну чё через один трубопровод может прокачивать и то и другое и топлива и одновременно ну давайте давайте попробуем на самом деле что-то мне подсказывает что это так и происходит как я надеюсь из стали да и стали а сталь то я надеюсь есть вообще как-то не очень рози а у тебя ушная боль кого бы отправить пончик иди иди займись нам нужен металл нам надо много-много металла давайте достраивать вот этот трубопровод я буду долго ржать если как бы один трубопровод используется вообще и для нефти и для как бы этого самого химического топлива но по ходу дела так и будет ребят по ходу дела так и будет вряд ли игра знает что надо надо отдельный другой трубопровод делать просто во первых если так не будет то я честно говоря не знаю каким образом можно трубопровод у нас всего один правильно правильно как переход один трубопровод через другой как это сделать здесь нету таких перемычек каких-то так а чё там не хватает то не хватает по ходу дела до чуть-чуть стального сплава не хватает потому что кто-то бросил работу и ушел арбайтон так гадя ловяжки до стали у нас нету надо закупить может быть готового стального сплава я не знаю до какого шлешивая господа товарищи давайте у темпе так стальной сплавну на на кусочек трубы на один нам точно хватит опа прикольно ребят запустилась энерговыработка 8000 ватт в день да мы просто крутые ребята мы просто крутые и вот что еще я предлагаю парочку электростанций вырубить запретить все вот эту мы вырубаем давайте вот эту мы тоже в руб я думаю что так пар парочку вырубим посмотрим чем дело закончится будет ли нам хватать электричество должно принципе хватать а может быть и нет ну просто чтобы не тратить лишнее я что-то не понял отлично она сама типа знает ну что за говно вот 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 если я говорю что да вы издеваетесь что ли я же выключил тебя цирк уехал клоуны остались короче две мы отключаем и можно дальше заниматься нашими делами какими-то что у нас по кивлар кивлар у нас достаточно у нас все бойцы вообще одеты не все по-моему и кимушка у нас к примеру не одет вообще сколько у нас сейфов занято да четыре сейфа занято значит надо одеть и кимушку как минимум в боевую одежку шлем есть в принципе основная броневая защита у нас имеется то есть можно его по идее эти одевать давай пойдем эти оденем а стопы отставить а у нас есть винтовки винтовок-то у нас нет у нас нету сигов подождите а неужели я не сделал себе я же вроде бы планировал сделать так детали тяжелого оружия нет не сделал смотри-ка где мой любимый сиг так вот он сиг детальки давайте посмотрим любой мастер начиная от 16 уровней выше ну чтобы в принципе не только можно было занимать нашего бедного чифа металлы из сплавы и значит давайте мы все металлы запрещаем и разрешаем сталь а также разрешаем штейн ну просто и штейна прочность у оружия будет намного больше что в принципе тоже не так уж и плохо так и пошел собирать все необходимые ресурсы я надеюсь куда пошел то охренеть блин ближний свет по моему нам надо ткани или что-то типа того поместить куда-то поближе и мне вот что знаете что еще интересно насколько у нас химтоплива вырабатывается больше чем тратится то есть можно где-то посмотреть информацию вряд ли статистика такая какая то есть сколько эта штука выдает химтоплива в день черт его знает непонятно ну ладно если будет убывать тогда мы поймем что наша электростанция явно забирает больше чем чем дает так ну в принципе у нас есть запас мощности мы можем запустить переработчик прибавить вот здесь power мод поставить на 4 из 8 и она будет вырабатывать больше химтоплива тогда я надеюсь что хватит но конкретные цифры было бы неплохо посмотреть так мех кирина отлично будет меховая винтовка сиг супер то что нужно то что доктор прописал этих винтовок по идее нам надо сделать несколько а мы можем их сделать много мы вполне можем их сделать много только чиф у нас бедняга явно хочет отдохнуть так что там за винтовочка то получилось блин фиг посмотрим качество хорошая короче и кимушка давай мы тебе поменяем назначение потому что 45 калибр это но 40 я много раз говорю опять повторюсь 45 калибр вот этот вот карабин он был офигенный сейчас он абсолютное дно вы и ах так значит даем тебе сиг и боеприпаса в количестве 300 штук вали сюда вали сюда сейчас мы тебя быстренько перейдем кто-то что-то спер явно так надо джереми ты козлячья твою мать морда они прям вот очень любят одевать боевую одежду вместо одежды обычной они себя так защищен не сука чувствуют так комбез морской пехоты запрещаем я надеюсь что так будет лучше ну в смысле что они не будут их использовать комбез морской пехоты из лара так он правда плохой но это все лучше чем ничего по моему там еще у кого-то он должен валяться давай и кимушка надевай этот комбез что там у нас по защите давайте глянем 38 34 в принципе не так уж и плохо а на тебе уже одет ага ну ладно оденем оденем короче этот пока потому что плохой у нас в любом случае не будет лежать на складе то есть его на переработку отнесут а как бы не хотелось бы и так что у нас по броньки 104 92 88 в принципе только бронежилета не хватает но его мы сделать не можем увы ях так разгрузочка разгрузочка у тебя целая все нормально теперь давай посмотрим что у тебя по оружием выбрасываем 45 калибр выбрасываем вот этот карабинчик и забираем отсюда винтовку сик а патрон ты потом возьмешь в общем тебя можно идти отправлять переодеваться давай иди сюда и на шестерочку всех сюда вызываем чтобы снова на шестерку сохранить всю эту звезда братьев последний где где наш балбесе отлично начните кимушка этот ящичек теперь твой давай переодевайся и мы сохраняем shift 6 всех сохраняем здесь ну а теперь ты можешь пойти опять переодеться во что-то типа буфетные униформы также тебе чуть что мы тебе еще выдадим там ну в принципе вся одежда тут есть которая нужна ну или почти вся чем ты вообще занимаешься давай посмотрим растеневодство общение строительства ну можно тебе маску конечно выдать сварщика тоже до кучи так ну-ка давай еще ботиночки один красавчик ремешок очки да нормально прикинулись короче нормально прикинулись что-то конечно разгрузки не хватает нужно нужно еще разгрузки сделать по поводу разгрузок и авиаторы вот разгрузка даже 2 надо сделать но чиф у нас спит как обычно чиф у нас спит и нету ребята нету рейдов либо рей решила дать нам отдохнуть после механоидов либо чё-то все-таки заглючила со сложностью с переходом на другую сложность и тогда я уже вообще не знаю что нам придется делать так подожди выращиватель ты опять пролюбил мотыгу что ли засранец сколько же можно вам мотык то делать ладно давайте сделаем еще одну рози отправляйся сделай нам сделай нам приятно ты где вообще куда бы я не послала навсегда где-то в жопе в жопе мира далеко так что у нас по бионике ребят вот меня еще один момент интересует бионические глаза значит непробиваемое стекло там надо будет да она же повышает зрение да а зрение повышает скорость работы это прям даже интересно я думаю что нам надо сделать с вами сейчас непробиваемое стекло стекольная шихта карбон и синтетические волокна блин карбон хочу нас карбоном то где-то мне казалось что я делал склад под карбон или я его опять на стриме делал скорее всего ладно давайте мы погодите а карбон секундочку получение карбона ок но по моему у нас композитный сплав будет тоже здесь получаться поэтому наверное карбон надо хранить где-то тут но пока пока мы сделаем по-другому мы сделаем вот здесь вот небольшой складик максимальный приоритет а или даже нет скажите здесь мне карбон не нужен алё мне карбон будет нужен вот здесь в небольших количествах максимальный давайте 50 процентов стака и карбон даже здесь точно все запрещено было карбон если у нас вообще до 59 вот здесь вот есть а почему я не понял те кто таскали дерево они решили что металлолом лучше сложить здесь почему бы действительно нет красавчики ну что теперь наша задача максимально быстро свалить с этой планеты в принципе да что там у нас по технологиям ухты мы удаление уже толстых потолков армы давно изучили до гипервычисления ок госпиталь а что госпиталь дает тут у нас продвинутый томограф на фига он нам нужен непонятно но давайте наверное или не будем изучать ракетные установки защита от солнечных вспышек вещь очень полезная мебель для спальни б.у. чё а будущего я отлично исследовали бывшего потребления мебель для спальни и надо бы вообще-то конечно заняться оборонкой электричество у нас появилась ребята теперь необходимо заняться оборонкой но но я бы хотел сначала так погоди а можно как-то скопировать до копировать настройки отсюда копировать установить настройки сюда вот эти склады у нас и идут идут лесом да у нас стенка будет вот здесь находить или здесь даже четыре мне клетки или пять внутри будут очень большие палаты все такое вкусное прям даже не знаешь в любом случае давайте переставим наверно вот сюда нет погоди это нам особо погода не сделать представлять надо вот сюда так переставить и соответственно стенка у нас будет уже здесь вот это мы разбираем это мы тоже разбираем дальше стенки все верно из мрамора проходы так вот так вот мы сделаем сейчас и здесь у нас будут амбразурки вот тут и вот тут короче да склады идут все лесом а вот этот склад кстати тоже у нас пока идет лесом этот склад у нас кстати остается здесь вообще не знаю чего лежала короче и сюда знаете что вот это вот грибная лечебная настойка она же у нас здесь портится насколько я помню да если лежит не на складе ойди не в морозилке не уверен надо будет проверить этот момент посмотрите как замечательно то что нужно то что доктор прописал так значит сюда мы ставим обычные стенки сюда тоже мы сейчас поставим обычную стенку так спасибо вот эти мы разбираем так коврик можно переставить куда нет вот сюда потому что именно здесь у нас скорее всего будет новый вход ой 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 переставить но надо бы перевернуть вот так и вот эти стеночки тоже надо будет все разобрать короче медицинский блок наш расширяется вот эту шляпу мы сейчас переставим вот сюда тогда она будет наверное на все кровати работать либо их надо будет поставить дверь кровати на будет тоже переставить немножко по-другому так читать что-то не очень честно говоря честно говоря что-то не очень значит центр помещения у нас смещается в эту дожди отставить вот эту кровать переставить пожалуйста вот сюда эту кровать давайте мы уберем в сторону пока и эту кроватку мы как бы нам лучше сделать то вот доедрить твою налево вот эту на подожди вот эту кроватку переставляем ее вот сюда идти у нас здесь доступ будет вот с этой стороны да то есть две кровати можно будет поставить короче полностью перелопачиваем наш медицинский блок давно это хотел сделать слишком мало места мне не нравится так и лампочек действительно на все хватает но видимо придется сделать еще и так подожди аксессуар чеки нас интересует потолочная лампочка видимо придется еще и потолочной лампы поставить мы не жадные на самом деле у нас электричеством скоро будет вообще все огонь поэтому 80 ватт электричество это это такие мелочи и вот этот светильник можно уже будет переставить куда-нибудь сюда потому что он занимает пространство мешает ходить красавчики так хочу нас подождите у нас с электричеством все замечательно но его не хватает немножко включаем короче эту штуку фильтр давайте посмотрим что у нас тут запретить все просто уголь как у нас здесь с нашим так запас мощности тысяч а ты полностью заряжен давайте вызываем короче корабли заряжаем и отключаем я надеюсь что мы сейчас еще угля закупим запрос торгового каравана неинтересно спасибо так и вот здесь вот так вот это штукенция у нас встает сюда на шесть коек короче будет у нас лазарет но он будет такой как бы прям продвинутый продвинутый 509 блоков сланца у нас имеется значит давайте здесь закончим тогда чтобы все было прям по красоте вот это мы давайте снимаем отсюда полы убираем там где они как бы лишние то есть мрамор остается только там где у нас либо стоят кровати либо где у нас находятся склады вот как здесь допустим надо будет еще потом сделать да вы прикалываетесь два работорговца отлично просто просто везение на грани мать его фантастики ой рандом ты такой рандом застилаем здесь везде темным сланцем прям красиво красиво было так у нас медицинская кровать и пойдем ладно пойдем поторгуем может быть у вас что-то есть полезное но рабов я покупать в любом случае не буду значит с белой гусеницы начнем поторгуем с белой гусеницей сомневаюсь что там есть что-то полезное антибиотики которые мне не нужны и шкуры мы можем продать которые тоже в принципе не нужны кибернетические глаза конечно вот это было бы круто но у меня нету денег наши гри и гри не просрал все деньги господи был бы какой-нибудь другой торговец мне столько всего можно продать ну не мне в смысле я могу столько всего продать но нет нет оптовый торговец либеральная конвенция к нам приперся да приближается караван и так даже среди них есть оптовый торговец смысле а куда приперлись здравствуйте здравствуйте господа ладно продолжаем продолжаем заниматься нашей базой вот это место теперь давайте выкапываем мне кажется скоро мы выкопаемся туда где жуки долбились будет веселуха сейчас нам надо перенести стеночки давайте мы сразу же здесь коли мы занялись наведением марафета давайте мы будем его наводить по полной программе вот смотрится по моему лучше только единственное что надо добавить медицинских кровать а кстати подождите а мы не можем новые кровати медицинские делать прям такие крутые вот можем по крайней мере одну мы точно можем сделать из пластика давайте сделаем такую одну кроватку поставим ее куда-нибудь вот сюда гринявой замись я только тебе и доверяю и для нее нам нужны будут передовые медикаменты кстати интересно а ушную боль можно как-то починить блин вы мне говорили что можно даже о косметика ухо вот таким вот макаром да можно будет починить а давайте проверим кстати сейчас гринявый вот эту кровать сделает на ней мы и проверим за столом сидит гостья во лбу торчит гвоздь и это я его забил чтобы гость не уходил до давней давненько не пели песенку блин сейчас опять заезд слушай а что он столько таскает времени я что-то понять не могу он уже должен был все сюда дотаскать давно а он все таскает и таскает и таскает надо следить чтобы рози у нас сейчас прямо не легла куда-нибудь не на ту кровать я хочу именно вот прям обязательными на на этой кровати все сделать и делать должна док обязательно естественно так давай пойдем поторгуем и здесь у нас смотрите кроватка уже делается что там у нас торговли ты давай 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 там еще у нас рыба торговцы с классными глазами у тебя денег все равно такого количества нету так что мы тебе можем продать 20 так это не наши патроны 45 калибр мы оставляем потому что он для крисов для крисов идет и не только для крисов он еще для турели идет слушай а нечего особо то нечего сигара можно те загнать надо ли сена можно чуть-чуть загнать что-то как-то у нас его много ну да и все риа вода минус 375 риса не минус 324 кукурузы свежие шампиньоны ягоды персики нормально короче много всего вкусного но продавать особо так подожди кучи грязи кучи вот давайте-ка мы минус 2000 песка продадим потому что булыжников у нас еще много мы можем если что переделать так здесь что грубый камень а теперь нам надо у тебя что-то купить обязательно а что у тебя можно купить то так кстати подожди семена льна на продажу семена кормовой травы туда же я уже блин стихами заговорил гивеи яблони апельсина банана все это на продажу хлопок наверно мы тоже вряд ли будем выращивать дуба дам дьяволотник вообще-то конечно может быть и стоило бы попробовать выращивать медикаменты ой-ой-ой не 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 мне столько наверное не надо цены у тебя какие-то космические а ну да ты же космический торговец а ты не космический торговец заряныч и все идите отсюда уходите вам тут не рады и так давайте посмотрим что там у рози им плане здоровья во первых мне интересно сколько надо будет биоматерии на то чтобы провести эту операцию нужны материалы косметика от дождя а чё нужно то как обычно нихрена не показывают сколько ее нужно сколько вешать в граммах так косметика левого уха 20 биоматерии 15 пластика два медикамента даже на биоматерии же у нас есть в таком количестве насколько я помню а у нас 10 и и а почему ладно погодите секундочку надо кого-то попробовать может быть вольнуть притащить туда и сделать из него биоматерию клёвая мысль клёвая мысль док давайте сюда ты же у нас вот белочку завалим сейчас а взять ее по моему просто нельзя в боевом режиме да блин прям даже интересно через этого получится ребят ну вообще нет атак рейдов просто . нет чё это это вообще законно отлично труп белки значит что мы можем сделать мы можем вот сюда вот определить белки труп белки и приоритет кстати максимальный ням 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 а вот здесь вот блин а куда куда вот куда он потащит не интересно точнее она сейчас сейчас узнаем а сюда сюда отлично так я надеюсь что нам хватит думать как куда они они на синтетические кости пустили я понял вас короче из белок мы теперь делаем биоматерию ввиду того что у нас что-то заглючил по моему с рейдами если заглючил то будет очень плохо на самом деле времени то не так много прошло и все-таки рейд механоидов то был так что черт его знает вот оперировать все пойдем пойдем ей сейчас ушную боль как я понимаю мы таким образом снимем наверное хотя вообще как-то не очень логично причем тут пластика ушная боль это же отит если у вас отит вам будут делать пластику как-то это не сильно логично ну это чисто на пробу я вряд ли буду вот так вот когда-нибудь лечить эту ушную боль проще подождать потому что ну да ушную боль мы убрали ха зато у самой док она осталась господи лечить себя все свободны ну что ребят на этом и наверно будем заканчивать в этой серии мы хотели разобраться с проблемами с электричеством и в принципе мы с ними разобрались хотя и что-то как-то не очень разобрались подожди отчет что случилось то удаст куда все электричество девается стука по ходу дела придется все-таки запускать еще одну электростанцию вот эту да если вам понравилось видосик то обязательно как бы ставьте лайкосик пишите комментарии поддержите пожалуйста канал и его развитие ну а с вами был гринни всего доброго всем пока и отличного настроения пока пока ребята